Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Красивых слов пустых и не будет в этом часе По той простой причине, что сейчас каждое слово будет наполнено смыслом и прогнозом Ну-ка, все прильнули сюда, и здесь Спортэкспресс Лайф, да? Да, абсолютно верно, Валерия Майорова, Влад Кутузов и у нас в гостях замечательный человек Олег Шимонаев, редактор отдела информации издательства Дома Спортэкспресс Уже не в первый раз у нас здесь, здравствуйте Добрый день Доброе утро, Олег Чуть поближе к микрофончику, если можно Да Вот так, отлично Вот можно сразу на отвлеченную тему? Да, давай, конечно В последний, ну когда, не в последний, в прошлый раз, когда вы к нам приходили, ярко светило солнышко, было какое-никакое лето сегодня Так как вы проснулись с утра пораньше? Да нет, все нормально, в принципе, зима близко, как говорят, да И в принципе, такой позитивный настрой, мне нравится, такая осень Да потом, вы знаете, когда есть то, от чего никуда не деться? Ну, уже никак совсем, что же делать? Это у нас такой, от чего не деться Но сегодня, кстати, поскольку зима приближается, будем говорить о зимних видах спорта, да, и все, что с этим связано Олимпиада, опять же, у нас совсем скоро, уже буквально через несколько месяцев, давайте с чего начнем? Ну, в принципе, сезон фактически уже открылся зимний Я хотел всех призвать следить внимательно на следующей неделе за Гран-при России Это будут первые большие соревнования по фигурному катанию в олимпийском сезоне Евгения Медведева, наша главная звезда, может быть, даже во всех зимних видах спорта Будет выступать в Москве Круто, следите внимательно Ой, как красивый вид спорта Валейте за Женю Валейте за Алину Загитову, которая тоже ее конкурентка, главная сейчас и сборная России, может быть, вообще Одна из главных интриг, обыграть ли когда-то Загитова Медведеву в этом сезоне, или, может быть, по обозривому будущему Мне кажется, фигурное катание такой вид спорта, который смотрят все Я помню детство, которое было, черт его знает, когда вообще, очень давно И реально все-таки, мне кажется, с улицы пустели, когда были, чемпионат Европы, чемпионат мира Я больше сказала, я даже помню «Лебединое озеро» по телевизору Ну да ладно, на самом деле, вот, когда человек выплывает, вылетает на коньках, не смогла подобрать Выезжает Выезжает на коньках, да, и все взгляды прикованы к нему по той простой причине, что Мало того, что это очень красиво и грациозно, это ведь еще и опасно, там ведь травмироваться можно, ну, на 3.15 Ну, мало понятно, что потом, как выставляют оценки, но девушки красивые, да Вот, все, держите, красивые Я, собственно, об этом и хотел сказать, просто неудачно выразил мысли Помимо фигурного катания, что у нас еще предвидится? Ну, впереди большой сезон, будет много биатлона, лыжных гонок Все олимпийские виды спорта будут, хоккей, опять же Если на Олимпиаде мы плохо выступим во всех видах спорта, но выиграем хоккей В первые, там, с 92-го года, это будет уже большое дело, то есть простят все ради побитых Слушайте, а у нас вот по поводу хоккей, с какого вы сказали, мы не были олимпийскими чемпионами? С 92-го А у меня такое ощущение, что было совсем недавно, значит, я путаю с чемпионатом мира все-таки Где-то в 2008 году что-то было такое Олимпиад миров, безусловно, выигрывали, но на Олимпиаде, вот как зарядила полоса неудач, так до сих пор Но в этом сезоне будет уникальная Олимпиада, не играют хоккеисты из НХЛ Будет сборная составлена только из игроков нашей континентальной хоккейной лиги, плюс тех, кто играет в Европе И может быть самый неожиданный результат, и мы надеемся, что эта неожиданность будет в нашу пользу Олег, а с чем это связано по поводу состава сборной России по хоккей? Они не могут приехать, их не отпускать, потому что у них игры как раз в этот момент? Ну да, для НХЛ это убытки Олимпиада, но этот раз они просто не пошли навстречу То есть сначала им было вновь все там круто, на Олимпиаде профессионалам сыграть А потом они поняли, что в принципе это не приносит больших доходов Плюс Корея находится в не очень удачном часовом поезде Прямые трансляции организовать проблематично на США Но они сказали, что это наш бизнес, сидите дома, играйте здесь, зарабатывайте для нас денег А Олимпиаду разбирайтесь уже сами Овечкин тоже не приедет Не будет он говорить, как обычно он это любит делать Я не буду никого слушать, я все равно поеду защищать Родину Запретили и по линии Международной Федерации тоже То есть он не может приехать, ну если только он бросит свою команду в НХЛ Ну что фактически нереально абсолютно Ну там сейчас звезда Друзья, Олег Шаманаев у нас в гостях Мы вернемся к спорту совсем скоро Будьте со страной ФМ Слушайте, ну вот я сижу и думаю, что мы тоже взрослые люди Мы вот прекрасно понимаем, что в каких-то моментах мы не первые Но каждый раз перед новым сезоном мы болеем Мы активно ждем, как наши себя проявят Вот за кем из наших спортсменов нужно сейчас этим сезоном особенно пристально следить Ну если мы говорим про зимние виды, олимпийские виды То я бы всех призвал болеть за Павла Кулижникова Это наш конькобежец Он тоже такой особенный человек В прошлом сезоне у него были травмы Он никак не мог психологически настроиться На этот раз мы надеемся, что в олимпиаде он соберется И выиграет, принесет России золотые медали на олимпиаде в Корее Интересно следить за Леной Заварзиной Это сноубордистка наша, она в Сочи обратилась внимание Это девушка, которая умеет концентрироваться именно на важные самые старты Если ей подойдет трасса в Корее В сноуборде тоже у нас могут быть вполне себе медали Это учитывая, что вид спорта крайне сложный, правда же? Все фантастически сложный Тем более, что у нее дисциплина Параллельно гигантский слава Мужчины не все выдерживают Я когда смотрел, я вообще не понимаю, как они это делают То есть вообще непонятно, как такое возможно с человеческим организмом Я на кольки-то боюсь стать Вы на меня не смотрите Мы тебе объясняем просто Спасибо Еще кто у нас? Интересно посмотреть на Евгения Климова Это такой прыгун с трамплина Тоже страшно смотреть, как они летят С огромной высоты У него интересная история То есть этот парень, который начинал в двоеборье Это вид спорта, где прыжки с трамплина Сочетаются с гладкими лыжами И он все время прекрасно прыгал А потом проигрывал по бегу И наконец он перестал мучиться Несколько лет назад Перешел просто в чистые прыжки с трамплина И начал побеждать частный, реально лидер сборной России Человек, который начинал в другом виде спорта Интересно Я очень порадуюсь за него Если он зацепится за медаль Ну или даже за первую десятку Это редко Как важно найти себя То есть такое правильное стратегическое решение Просто убрал слабое звено, которое у него было И все, и сразу вверх Да, да Ну вот За биатлоном, конечно, интересно следить И за нашими звездами За Шипулиным За то, как они будут продолжать свою эпопею с Мартеном Фуркадом Помните, в прошлом году там они сильно ругались друг с другом Я не помню, напомните Но это было целое шоу, мне кажется, даже Да, да, да Это была огромная история То есть Фуркад пытался перенести на всю сборную России допинговые обвинения Обвинял Александра Логинова, который вернулся после допинговой дисквалификации Шипулиным ему жестко отвечал Они там отказывались пожимать друг другу руки Уходили от исполнения гимна Не хотели подниматься вместе на... Да, да, да Кошмар какой Все было ужасно Такие страсти там Вроде как сейчас они утверждают, что все вопросы между ними решены Но все равно как бы подспудно что-то существует И интересно за всем этим следить Олег, а кстати, вот как вы считаете, как профессионал, да Вот спортсмены все-таки могут себе позволять такие вещи, эмоции свои, да Какие-то личные отношения выставлять вот на показ, на публику Наоборот, это прекрасно Не, для нас это прекрасно Они же не роботы, наоборот, иногда эмоции помогают Есть же даже какая-то такая методика, что они специально пытаются разозлить себя перед важными соревнованиями Агрессивные танцы есть даже? Да, в боксе, например, специально есть... Они даже друг друга оскорблять пытаются, там, чуть ли не дерутся, там, на завешивании, там, ну, специально заводят себя, заводят болельщиков Для шоу это прекрасно, а спорт без шоу это, ну, по нынешним временам совсем непонятно, что Друзья, я бы хотела в нашу беседу пригласить слушателей, если у них возникли какие-то вопросы, они хотят что-то уточнить, задать вопрос, то, пожалуйста, 8909-928-189-9, это WhatsApp и Viber, пишите У нас в гостях шеф-редактор отдела информации издательского дома «Спортэкспресс» Олег Шимонаев А ты не видишь, а я поет у нас вот только что музыкальный коллектив «Ночные снайперы» забыла, представляете? Как ты могла, Валерий, как ты могла? Ну, я знаете, про что думала, когда слушала «Ночных снайперов»? Что многие люди общественности широко не видят, что иногда женщины могут так же, как мужчины, не хуже ни в коем случае И вот я знаю, есть случай, когда женщина пытается пробиться в лигу мужчин, чтобы всем показать, на что она способна Да, обсуждался буквально на прошлой неделе вопрос Лин Сейвон, это горнолыжница американская, которая, ну, самая великая, наверное, горнолыжница современности Она хочет выступать в мужских соревнованиях, и, к сожалению, отложили вопрос этот до после Олимпиады До Кореи она не будет выступать в мужских стартах, но надеюсь, что когда-нибудь это случится, мы посмотрим Прогнозы не очень утешительные, говорят, что она в лучшем случае места в четвертом десятке займет Ну, опыт, забавно посмотреть Олег, а с чем это связано? Почему она приняла такое решение? Ну, хочет принять, да хочет участвовать Ну, ей надоело уже с женщинами соревноваться, в принципе, ее преимущество настолько велико, что она и после травм каких-то тяжелых выходила и все равно выигрывала И хочется что-то новое попробовать В принципе, вот был такой же примерно случай в Бобслее Кейли Хемфрис, тоже великая бобслейстка, решилась выступать с мужчинами, получила разрешение Посадили ее в боб с мужчинами разгоняющими, дали ей хороших спортсменов И 15-18 места в конце концов мужчины махнули рукой, сказали, что мы не будем с собой, ты губишь весь наш труд И в итоге она вернулась, а женские соревнования не получилось То есть тут чисто физиология А когда она вернулась, какой карьерой сложилась? Она с женщинами тоже немножко скисла, да Ну, видимо, психологически она не настроилась Может, не знаю, может, в олимпийском сезоне она снова вернется А вообще часто такие прецеденты бывают? Или все-таки это исключение, да, из правил? Все-таки я считаю, что будущее за смешанными соревнованиями То есть это когда за одну команду выступают и мужчины, и женщины А так, ну, может быть, когда-нибудь через 20-30 лет мы получим какую-нибудь женщину Которая в состоянии, в видах спорта, где нужны мышцы и прочее Соревноваться с мужчинами, но в обозримом будущем обряд ли А вот если мы ее получим, будем ли мы ей восхищены? Она как будет выглядеть? Не, ну круто Не в том, как она будет выглядеть, да У нас же многие великие спортсмены выглядят совсем не как Шварценеггер То есть они совершенно там нужны Есть виды спорта, где нужна ловкость, быстрота реакции Что-то еще не обязательно физическая сила Но вот даже в этом пока, даже в шахматах, как известно Женщины не добиваются высотцев с мужских соревнований Да что же это такое? Слушай, ну когда женщина идет в мужскую камеру, непонятно Вот если бы была обратная ситуация, я бы совсем не понял Когда вот мужчина бы спортсмен попросил, сказал бы, что-то надоело мне Нельзя, нельзя А, запрещено вообще никогда? Ну да, они же дают специальные тесты Причем это не просто тест, пришел там, как врачу показал, да Что ты женщина или ты мужчина А там специальные анализы делают Есть там прецедент, когда через суды доказывали, что человек женщина, а не мужчина Как это так? Ну как так? Не, ну известный случай с кастер-семенем Это такая очень мускулистая бегунья Она выигрывала, то есть она олимпийская чемпионка на минуточку То есть ее соперницы возмещали, сказали, проверьте кастер Ее начали проверять Долго думали, по каким же критериям И в какой-то момент ей запретили Сказали, что ты должна применять гормональный препарат Потому что у нее высокий естественный уровень мужских гормонов Но это несправедливо, это же естественный уровень Слушайте, давайте мы сделаем небольшую паузу И чуть позже продолжим вернемся к спорту Олег Шаманаев у нас в гостях, друзья, дождитесь, пожалуйста Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Да, друзья, Стране о спорте Прямо сейчас на телерадиоканале Страна ФМ И у нас в гостях шеф отдела информации Издательского дома Спортэкспресс Олег Шаманаев, Олег, доброе утро еще раз Давайте, наверное, мы уже все-таки Совсем скоро, уже через несколько месяцев Олимпиады в Пхенчкане В каком состоянии наша сборная находится И вообще поедет ли она Потому что вопрос стоит именно так, пока неизвестно еще ничего Ну вот из-за неизвестности, я думаю, что все нервничают Конечно, все готовятся Но Ждут окончательного решения То есть нам еще не сказали Окончательно, что да, вы едете А вот буквально вчера была информация О том, что закончена проверка проб Российских спортсменов с Олимпиады в Сочи Правда, не сказали, чем закончилась эта проверка Но вот от ее результата будет зависеть Поедем мы или нет Ну и еще есть вопрос с паралимпийцами Которые, как известно, дисконфицированы вообще И там есть шанс, что будут они выступать Под нейтральным флагом То есть не под российским, а под непонятным То есть опять та же самая история Только уже на Олимпиаде теперь Да, 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 точно А расскажите подробнее Это же опять наш горячо любимый всеми товарищ По фамилии Макларен С очередным докладом Ну у него было всего два доклада Ну и хватило Не оба удачные Да, да, да От нас требуют признать этот доклад Как один из способов его выхода из дисквалификации В частности паралимпийцев То есть на государственном уровне Нужен, видимо, выйти президент России Скажите, простите нас Мы нарушали, Макларен был прав То есть, видимо, этого от нас требуют Я точно не знаю Но вот по логике событий именно этого добиваются Но поскольку там доклад сам с кучей несоответствий Плюс к тому, там есть такая странная фраза Что в России был институциональный сговор По допинговой теме То есть что это такое Кого с кем, да, при каких условиях Вообще, что в результате этого получилось Ничего же непонятно на самом деле Да, да, да То есть вот это мы должны якобы признать И знаем или нет, я не знаю Слушайте, ну смотрите, это же достаточно Ну это же вот, ну, это же, ну, химия, да Биология, химия Все это достаточно чет Это точные науки, да То есть результат здесь либо плюс, либо минус Есть, нет, там, черное, белое Ну это же все очевидно совершенно Так там считается, что на каких-то этапах подливались Мне с точки обычного обывателя интересно Что-то обычный человек, он слушает все это, смотрит, читает Да, всю эту вот кучу информации, которая поступает Да, и будет продолжать поступать Реально люди ничего не понимают, что происходит вообще Ну как выяснилось, все не так однозначно Во-первых, несмотря на то, что точная наука Есть разные методики обнаружения этих препаратов Там разные титры же, да Не все из них признаются учеными из разных стран То есть там сложная история И плюс к тому, если нас сейчас обвиняют как раз не в том, что у нас положительные допинг-пробы А в том, что мы делали махинации То есть скрывали эти пробирки несчастные Зачем-то Наливали туда чистые пробы И закрывали, запечатывали их, отправляли в МОКО Ну вот тот же небезызвестный товарищ, который ехал в Америку Да, не хочется произносить его фамилию Да, мы все ее знаем хорошо уже давно Наизусть выучили практически Он же там страшные вещи какие-то рассказывает Кофе он разводил, какие-то алкогольные напитки и так далее Сказать из области фантастики, это ничего не сказать Мне просто интересно, вот люди, те, которые на полном серьезе все это слушают У них не возникает вопросов, что это странно Ну, я думаю, что просто Родченков говорит то, что от него хотят услышать И поэтому воспринимается так, что люди настроены на то, что вот Россия неспроста выиграла Олимпиаду в Сочи Что что-то там они мухлевали Да, действительно, у нас были методики, это призвано всеми Использовались инновационные, которые впоследствии запретили Кстати, тоже по непонятным причинам Там инертными газами дышали люди Использовали кислородные палатки специальные Но тогда, на тот момент это было разрешено И, в общем, как бы не очень понятно, какие претензии сейчас к нам Им просто обидно, что мы лучше На основе этого не только кино, мне кажется, сериал можно длинный снять, бесконечно В несколько сезонов причем Друзья, Олег Шаманаев у нас в гостях на «Стране ФМ» Скоро мы к вам вернемся Доброе утро еще раз всем тем, кто слушает и смотрит телерадиоканал «Страна ФМ» Здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова А также шеф-редактор отдела информации издательского дома «Спортэкспресс» Олег Шаманаев Еще раз доброе утро Много всяких интересных деталей и в кадре, и за кадром он нам рассказал За кадром у нас всегда много интересного происходит А мы, кстати, не все можем вам рассказать Поэтому вы просто знаете, что есть еще много всего интересного Давайте вернемся к вопросам Давайте вернемся к Олимпиаде Мы, конечно, все надеемся, что все будет хорошо Мы поедем туда, будем выступать под своим флагом Это очень важный основополагающий момент Все-таки наши традиционные зимние виды спорта Где нам на что рассчитывать? Где у нас явные удачи уже могут случиться? Случится в хорошем смысле этого слова Ну, в целом, всегда же все смотрят на медальный зачет То есть какое место займет в командном зачете сборная Мне кажется, что, во-первых, мы совершенно спокойно можем бороться Примерно за 10 золотых медалей Я не говорю, что мы их завоюем Но претендовать легко можем То есть основания для этого у нас есть Это примерно место в первой пятерке То есть какое... Сказать сложно, но явно не первое Но, может быть, с третьего по пятый, скажем так Будут бороться и другие Есть норвежцы, есть немцы, очень сильные Американцы, естественно А Корея перед домашней Олимпиадой Она произвела рекордский набор в других сборных То есть дала паспорта корейские спортсменам из других стран И тренеров привлекло очень много То есть даже больше, чем мы перед Сочи делали И, в принципе, корейцы тоже должны хорошо выступить То есть сложно будет Если даже нас допустят И мы справимся с психологическими всеми проблемами Которые вот с допинговыми делами Нас сопровождают Тяжело будет Но у нас есть в лыжах великолепный Сергей Устюгов Который претендует чуть ли не на все медали возможные Есть Евгения Медведева Которая с 90% долей вероятности должна выигрывать Есть в коньках Павел Кулижников О котором я уже говорил То есть, в принципе, есть звезды Есть лидеры в своих дисциплинах И все должно быть хорошо А биатлоны и санный спорт? Санный спорт, там есть люди Которые тоже претендуют на высокие места Но там надо понимать, что там многое зависит от трека То есть корейцы, они изначально Имеют преимущество Потому что имеют возможность тренироваться Обкатать На этом треке То есть, насколько нам будет там комфортно То есть, есть, как бы, корейские спортсмены сильные Есть и американцы, и немцы То есть, здесь сложно будет Ну, мы тоже надеемся и на саночников И на сноуборд Всех на всех Слушайте, мне кажется, что у нас должно уже быть Какие-то такие нововведения и перестановки Помимо тренерского сопровождения Должно быть психологическое сопровождение Которое именно будет учить спортсменов С этим давлением эмоциональным справляться Которое на нас направлено постоянно Есть профессиональные психологи Но не все их признают Некоторым, наоборот, это мешает Здесь спортсмены, которые принципиально Не пользуются услугами психологов А рассчитывают на помощь тренеров Там, каких-то близких людей Ну, главное, чтобы это работало Да, естественно, главный результат Друзья, Олег Шаманаев у нас в гостях Мы сегодня говорим о предстоящей Олимпиаде Чуть-чуть говорим о зимних видах спорта О наших успехах Ну и вот о тех проблемах, которые, к большому сожалению, у нас пока еще есть Мы вернемся к вам очень скоро Я говорю, песня какая пророческая Да, действительно, мы зимние шмотки не убирали все лето А теперь, наконец-то, они нам пригодились Но ничего Наоборот, ждем зимы, чтобы согреться вот этим вот болельщическим духом Есть такое выражение? Ну, теперь есть уже Теперь есть Раньше не было, теперь есть Я создаю выражение Хочу напомнить, что здесь, помимо Влада Кутузова и Валерии Майорова Находится наш гость Шеф-редактор отдела информации издательского дома «Спортэкспресс» Олег Шаманаев Еще раз доброе утро Доброе утро Вот про все, про все поговорили Да, мы поговорили про Олимпиаду Конечно, мы надеемся, что сборная поедет туда И все будет у нас более чем прекрасно Но помимо Олимпиады Все-таки до нее еще там сколько? Четыре месяца фактически, да, остается В феврале Что на территории нашей родины будет происходить? Какие соревнования? Ну, у нас, в принципе, несмотря на то, что официально МОК не рекомендовал проводить в России соревнования по зимним видам спорта Достаточно большая программа на этот год То есть, будет сейчас Ой, Олег, а пока не начали, можно перебью вас? Просто интересный момент Вот смотрите, МОК запрещает, Олимпийский комитет, да? А за то, что мы проводим все-таки, несмотря на эти запреты, рекомендации, да, правильно это называется? Рекомендации Нам грозят ли какие-то, вот это дурацкое слово, опять санкции? Ну, потому что всего можно ожидать Нет, нам не грозят Единственное, что мы находимся постоянно под угрозой того, что в последний момент что-нибудь отменят То есть, в прошлом году четыре больших соревнования, этапа Кубка мира, чемпионат мира по скелетону и бобслею отменили в последний момент Их не было Их не было, да То есть, люди готовились, там, билетные программы разрабатывались, там, трассы готовились, все А потом сказали, оба, до свидания, ничего не будет То есть, это, конечно, удары по болельщикам и по престижу страны, по престижу спортивных наших властей То есть, это над нами давлеет Запланирован этап Кубка мира в Тюмени по биатлону, последний финал, практически финальный этап В прошлом году отменили последний момент Тюмень собиралась провести одновременно, ну, близко друг к другу Этап по лыжам, этап по биатлону То есть, это был огромный спортивный праздник в конце зимы Все сорвалось Надеемся, что в этом году все останется и все будет хорошо Мы тоже надеемся Да, по фигурному катанию огромная программа Всегда болельщики, фигуристы жалуются на то, что мало в России соревнований топ-уровня Можно посмотреть на следующей неделе этап гран-при в Москве Будет в Москве же чемпионат Европы в январе И будет в декабре чемпионат России в Санкт-Петербурге Тоже, в принципе, легко попасть Город с хорошей транспортной доступностью А вот вы говорите, мало соревнований к топ-уровню, да, спортсмены жалуются? Это международка имеется в виду? Или внутренне? Это болельщики по фигурному катанию То есть, часто жалуются, что нельзя лично увидеть наших звезд То есть, они все заступают за границей То есть, фактически, только чемпионат России и гран-при осенью проводится В этом году будет чемпионат Европы Круто А вот то, что вы сейчас перечислили, насколько легко достать билет? В Москве практически нереально, если вы не купили их за год Единственное, что есть такой нюанс, что последние два года Почему-то соревнования по фигурному катанию Совпадают с большим турниром по теннису Кубок Кремля Одной недели Я считаю, что это полное безобразие То есть, надо разводить Болельщики часто одни и те же В принципе, для многих билеты стоят недешево И для многих напряженно То есть, купить билеты одновременно и на теннис И на фигурное катание И физически тяжело разорваться То есть, не так много больших соревнований в Москве проходит Чтобы сводить их на одну неделю Олег, время заканчивается у нас Нам осталось сказать вам большое спасибо Приходите еще И, друзья, напомним, в гостях у нас был шеф отдел информации Издательского дома Спортэкспресс Олег Шаманаев Спасибо До новых встреч Вам, друзья, пока, до завтра До завтра В стране о спорте Лайф Субтитры создавал DimaTorzok